Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о книге Бориса Кунина из серии «История государства российского» Пётр I. Да, вы правильно меня поняли. Если предыдущие книги были ли посвящены целым каким-то периодам, то данная книга посвящена только одному периоду — это эпоха правления Петра I. Делится на четыре части. Это, собственно, личность Петра, где, в том числе, Кунин подразумевает те иные заболевания, которые могут объяснить. Хотела сказать, оправдать, но нет, 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 никаких оправданий. Объяснить некоторые нюансы в том, что творил Пётр I. Также он говорит о его личности, о том, что могло на неё повлиять. Вторая часть — это, так сказать, годы, что ли, я не знаю, то есть то, что происходило с ним. Третья часть — это то, что он изменил стране, то, что за собой повлекло его правление. Последняя, четвёртая часть посвящена его соратникам, люди, которые так или иначе могли повлиять на него или которые были при нём заняты какими-либо делом. Вот. Что я могу сказать? Книга написана неплохо. Я не являюсь юзким специалистом по жизни Петра, по его правлению. Я даже не являюсь историком по образованию. Я любитель. Тем не менее, Петре я знаю немало. Я в нём много читала. И насколько могу судить, ошибок и ложных заявлений Аконин себе не позволил. Как всегда, он максимально объектив. Обращался к разным источникам, всех рассмотрел, на все обратил внимание, ничего не пропустил мимо. Как всегда, всё очень объективно, подробно. Тем не менее, в одной из предыдущих частей книг из этой серии, уже я не знаю, сам ли автор или издательство, скорее всего, издательство, допустили просто грубейшую ошибку. На задней фразации было расположено родословное древо правителей, которые руководили страной в эпоху. И одна и та же женщина была указана и как жена, и как мать одного и того же человека. Просто вопиющая, недопустимая ошибка, которая уронила напрочь моё доверие. И теперь я читаю книги из этой серии с оглядочкой. Несмотря на то, что, в принципе, я Кунину верю, он большой молодец. Но теперь я подозреваю его возможности и ошибки. И вообще, хоть книга написана очень хорошо, у меня осталось какое-то неудовольствие. Вот чего-то мне в ней не хватило. Вот что-то в ней всё-таки меня не зацепило. Я как-то читала без особого энтузиазма. А вот я читала постольку-поскольку. Я вот даже не могу объяснить, аргументировать свои впечатления от неё. Тем не менее, вот эта книга точно не будет моей любимой среди всех книг этой серии. Уже не знаю, как у меня зайдут дальнейшие части. Вероятно, та фатальная ошибка, которая была допущена, я упоминала уже выше, повлияет и на будущие книги, а может быть, и не повлияет. Посмотрим, как сложится. Но вот эта книга у меня в любимчиках точно не будет. Поэтому, ну, повторюсь, книга написана неплохо. На сегодня всё. До скорых книг.